Насколько мы в прошлый раз не закончили, придется начать с того, что мы вспомним, чем мы занимаемся. Итак, мы с вами занимаемся классификацией особых точек на фазовой плоске. Значит, мы с вами получили систему уравнений, куда входят лямбда, лямбда-1 и лямбда-2. Это решение характеристического уравнения. Ну и я напомню, что мы получили явные выходные в выражении. Значит, мы записали вот так, лямбда-1 и лямбда-1, это значит 1, 2, σ в любом поле дискриминала. Значит, дискриминал равен σ в квадрате минус 4d. Ну где, значит, σ это шпур, шпур матрицы j, а δ ее определительно. Значит, что такое матрица j, я уже не напоминаю, она у нас много раз встречалась уже. Вот. Ну и, значит, в соответствии с типом корней мы стали рисовать вот такую вот диаграмму. Давайте мы ее как-то покрупнее изобразим. Так. Значит, по осям у нас... По осям у нас σ σ... И, значит, вот эта парабола, да, где d равно 0. Такая вот. d равно 0. Вот. Ну, значит, ниже верхней ветви параболы d меньше нуля, выше d больше нуля. Значит, если нижнюю ветвь по разу возьмем, то наоборот, выше d меньше нуля, ниже d больше. Вот. И, значит, вот на этой плоскости мы можем, значит, в разных областях указать, какие особые точки у нас имеются. Ну, давайте начнем вот слева направо пойдем, да. Значит, случай, когда d меньше нуля. Значит, этот случай соответствует, когда d меньше нуля. Значит, этот случай соответствует, когда у нас корни... Значит, d меньше нуля. Ну, да, один корень положительный, другой отрицательный. То есть, ну, давайте нарисуем вот так. Спектральная картинка вот такая, значит, реальная часть λ, да, мнимая часть λ, да, ну, а корни вот здесь, да, в этом случае особой точкой, особая точка, это седло. Седло, да, ну, вот, значит, седло, это вот такая точка, вот здесь у нас, скажем, две, ну, там зависимости. Оси, так, оси координат у нас сепаратрисами являются. А, сепаратрисы, координат, не оси. Ну, и здесь типа дипетал какие-то кривые, да. Понятно, что эта штука может поворачиваться там, да, по-всякому. И углы между, значит, сепаратрисами могут меняться, но факт остаётся фактом, что вот качественно, да, топологически мы имеем такую особенность седло. Дальше, следующий случай, ну, вот эта вот, верхняя веточка, вот, то есть, когда σ лежит выше верхней веточки параболы, да, вот, опять-то положительно. В этом случае у нас аспектр вот такой, значит, опять реальная часть, минимая, значит, два положительных корня. Да, седло неустойчивое, да, неустойчивое, неустойчивое аспектр, то есть, если положение равновесия является седлом, то это положение равновесия неустойчивое. Значит, здесь у нас аспектр, и особая точка, неустойчивое аспектр, да, неустойчивое аспектр. Раз в реальной части положительное, то это неустойчивое аспектр, то это неустойчивое аспектр. Значит, ну, давайте как-то изобразим вот так. Значит, это вот веточки параболы, параболы, да, параболы, вот. Раз неустойчивое, то движение, направление движения, да, идет от узла, да, от узла, от особой точки. То есть, если положение равновесия у нас неустойчивое аспектр, то вот картинка будет такая. Ну, это фазовая плоскость, да, то есть, это вот по осям, там, Z1, там, Z2. Так, теперь, ниже нижний ветвь параболы, вот это вот, по диаграмме. Значит, у нас оба корня отрицательные. И у нас особая точка, значит, давайте, реальная часть ляда, не мелкая часть ляда. И особая точка тоже узел, но уже устойчивый. То есть, мы должны изобразить как-то вот так. Те же самые параболы. Только движение уже идет по направлению к особой точке. Стрелочки идут с начала координат. Не от начала координат, как в прошлом случае. Т.е. это Z1, там, Z2, там, Z1. Т.е. вот это мы уже классифицировали. И нам с вами осталась вот эта вот внутренняя область между вот этими двумя ветвями. Здесь, в этой области, у нас дискриминант отрицательный. И, следовательно, корни будут комплексными. Ну и мы перешли вот переменную Z к другим переменным. Т.е. вот эту переменную Z1 и Z2, которые в этом случае тоже являются комплексными, да. То есть Z1, то есть Z2 плюс им равно Z1. И λ1 и Z2 тоже комплексно сопряженная пара. Значит, ну, т.е. альфа плюс-минус Pb. Значит, и мы от комплексных переменных Z1 и Z2 сопряженных перешли к другим переменным. Значит, U и V. Ну, как это делалось, там все написано. Ну, по сути дела, значит, ну, короче, значит, то есть Z1 это там U плюс EV, да. Вот. От переменных U и V перешли к полярным координатам. Значит, U равно ρ на косинус Z и V равно ρ на сим. И в этих полярных координатах мы получили с вами что? Что ρ? Ну, это какая-то константа интегрирования C на E в степени альфа, делённая на β, альфа, делённая на β, Ну, и плоскости U, V — это некая логарифмическая спираль, да. Только, значит, надо нам разобраться с её направлением. Значит, ну, и тут возможно, да, без ограничения общности, поскольку у нас β входит как со знаком плюс, так и со знаком минус, мы можем выбрать β больше нуля. И тогда возможны два случая. Значит, первый случай, когда α меньше 30. Ну, спектральная диаграмма у нас будет вот такой. Значит, опять реальная часть λ, мнимая часть λ, значит, реальная часть λ — это α, а мнимая часть λ — это β. Значит, если α отрицательная, а корни у нас комплексно сопряжённые, то вот у нас симметрично относительно оси α, да, два корня находятся там, и в этом случае у нас, значит, при увеличении θ, ну, если есть вопрос, то спрашивайте, значит, потому что мне тяжело так одновременно слушать одно ухо, что вы говорите. И в этом случае, значит, у нас с увеличением θ, да, ρ будет уменьшаться, да, поскольку экспонента, значит, показатель экспонента отрицательный. Ну, и спиральку, если это нарисовать в этом случае, ну, здесь уже у нас не z1, z2, а у и в будет, да, у и в. Что это будет вот что-то такое? Ну, давайте как-нибудь вот так, что это будет. Спираль, ну, она, направление её будет к центру, да, вот, в течение времени она будет скружиться. От этого у нас со временем растёт, мы это показываем, да, то есть это линейно растёт со временем. То есть течение времени у нас сожмётся в точку фазовая траектория, и вот такая фазовая траектория называется устойчивый фокус. Значит, итак, вот сюда мы должны нарисовать нижнюю часть, да, α меньше нуля, да, вот сюда. Должны нарисовать вот такие картины. Вот такой аспектр и вот такой устойчивый фокус. Ну, наконец, второй случай. Ну, на самом деле, ещё третий есть. Значит, ну, пока если у нас не нулевые, а α, то два случаев. Второй случай. Это когда α больше нуля. Ну, соответственно, у нас спектр меняется, он противопоможный, да. Значит, реальная часть гамда, и часть гамда. Так, вот корни. Гамда, 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 гамда. Вот. Теперь, значит, если α больше нуля, β больше нуля, рост с увеличением этого растает, да. И мы с вами получим такую же спиральку, да, но только стрелочки будут в другую сторону. То есть спиралька будет раскручивающейся. Вот она там, с течением времени, с увеличением вот это, она будет всё дальше и дальше удаляться от начала координат. Ну, и мы должны вот эту картинку нарисовать вот здесь вот, да, вот сюда вот нарисовать. Верхняя часть. Это неустойчивый фокус? Да, это неустойчивый фокус. Итак, устойчивый фокус внизу, неустойчивый верх. Вот. Ну, давайте сразу же примеры таких систем приведём, в которых особой точкой является неустойчивый фокус. Это, как бы, такие системы нам на самом деле известны. Значит, это, ну вот, системы, которые можно описать с помощью вот такого дифференциального управления. Что это за штука? Затухающие колебания. Ну, значит, корни здесь вот такие, лямбра 1, 2, минус, ню, плюс, минус, корень квадратный, ню в квадратный, минус, омель в квадратный. Вот так. Значит, если у нас мю меньше, чем омега, да, то вот это подкоренное выражение, ну, которое, по сути дела, вот эти дискриминаты называются, да, будет отрицательным. Вот. И мы, значит, будем иметь дело как раз вот с этим случаем, когда корни комплексно, комплексно-соближённые пары. Ну, и тут два с кучей. Ну, действительно, если мю больше нуля, мы имеем дело с затухами, да, то есть реальная часть, реальная часть лямбда, значит, это минус мю, да, она отрицательная. Здесь мы имеем дело с затухами. Но если мы изменим знак мю, да, и это устойчивый фокус. Устойчивый фокус. Значит, если знак не уменяется, не уменьшен, то есть мы как бы переходим в мир, где вместо трения у нас идёт накачка энергии, да, хороший мир. Ну, правда, в нём мало чего держится. Энергии много, а вот, так вот, нитки, например, не сляжут, да, вот. Значит, реальная часть лямбда будет больше нуля, и мы уже имеем дело с неустойчивым фокусом. Значит, это то, что касается ненулевых реальных частей, ненулевых альфа. А ещё возможен третий случай, да, вот давайте третий случай, когда альфа равно нулю. Альфа равно нулю. Спектральная диаграмма у нас вот такая в этом случае. Реальная часть, мимая часть. Значит, оба корня лежат на мимой оси симметрично, да, относительно реальной оси. Здесь у нас, значит, если альфа равно нулю, то ρ равно С. ρ равно С, да. Вот. Я в нулевой степени, это единица, ρ равно С. Но ρ у нас, вспоминаем, как мы вводили, да, это одна из полярных координат. ρ у нас это корень квадратный из У в квадрате плюс В в квадрате, и это равно простантин. Это что у нас? Это окружность, а фазовые плоскости У в, это семейство окружностей. Ну, в зависимости от С будут разные радиусы у них там, да. Вот. Значит, радиусы определяются начальными условиями. Ну, точно так же, как, значит, и вот здесь, все кривые определяются начальными условиями, да. Конкретная фазовая траектория всегда определяется начальными условиями. Значит, приятная часть вот так у меня уибрают. Вот. И такое равновесие называется центром. Это устойчивое положение равновесия, но не асимтатически устойчивое. Не асимтатически. Вот если устойчивый фокус — это асимтатически устойчивое положение равновесия, то центр — это не асимтатически устойчивое положение равновесия. То есть, если мы чуть-чуть отклоним систему из положения равновесия, она будет двигаться вот по таким окружностям, ну, или репсантатам. Ну, в данном случае, окружность. Но не будет с течением времени стремиться к выложению равновесия. Будет просто вокруг него колебаться. Ну, ладно. Это устойчивое. Значит, на нашей диаграммке центры лежат вот здесь, на C дельта. Ну, и таким образом мы классифицировали с вами все положения равновесия на фазовой плоскости. Но при этом мы случаи вырожденных лябда не рассматриваем. Ну, там как бы качественно ничего нового не возникает по сути. Тем не менее, есть некоторые особенности, мы их не будем рассматривать. Вот. Примером, да, кстати, примером вот такой последней системы, где положение равновесия является центром, это гармонический отселенный. Гармонический отселенный. Корни у него лямбда 1,2, это плюс-минус и омеда, да, как известно. Как раз попадает по третий лучи корни чисто мимо и, следовательно, он равновесит шовкость. Равновесие центра будет. Равновесие будет и в центре. Ну, стрелочки тут без разницы куда направлены. Да, без разницы. Вот, в частности, для гармонического архиватора они направлены вот таким образом. В верхней полуплоскости возрастает переменная, а в нижней убывает. Могут быть и другие. В зависимости от конкретных значений. Ну вот. Вот это наша классификация. Теперь давайте применим эту классификацию исследованию особых точек одномерной системы, да. Ну, можно, как бы, параграф там даже рассмотреть. Ну, это скорее такая задача, это скорее такое упражнение, чем, как бы, отдельный параграф. Ну, в принципе, мы будем пользоваться, поэтому можно и как параграф рассмотреть. Особые точки одномерной механической системы. Понятно, что там, в этой задачке, ничего нового нет. Но мы научимся на этой задачке с вами строить фазовый портрет системы в целом, не анализируя в детали ее решения. То есть, собственно, качественный анализ состоит именно в этом. Нам решение неизвестно, но мы можем построить фазовый портрет системы. И тем самым понять характер движения этой системы при различных начальных условиях. Вот этим мы с вами и займемся. Ну, и так. Ну, можно ее, значит, в оранжевом виде, можно в гамильтоновом виде решать. Ну, давайте, значит, гамильтоновом рассмотрим. Значит, пусть у нас число степеней свободы единицы, значит, фазовое пространство в виде двухмерного у нас. Это пространство переменных q и b, координаты обобщенных минусов. Ну, и, соответственно, система уравнений гамильтона. Если у нас консервативная механическая система, то уравнения гамильтона будут вот такими. q с точкой это dh по db, b с точкой это минус dh по dq. Так. Значит. Ну, и мы можем прямо отсюда получить выражение для фазовой траектории. Поделим первое, второе уравнение на первое. Ну, помним, что точка это производная по времени, да? Значит, поэтому, когда мы делим b с точкой на q с точкой, мы получаем вот что db по dq равно минус dh по db. Ну, теперь, если функция h известна как функция обобщенных координат и импульсов, да? Известна. Ну, тогда мы, в принципе, можем построить фазовый портрет, решая вот этот d4. Все фазовые портреты будут являться решением вот этого дистанциального уровня. все фазовые траектории, ну, и, соответственно, фазовые портреты. Ну, мы с вами давайте ограничимся типичным случаем, не будем брать какие-то сложные системы, и, соответственно, рассмотрим простейшую систему, значит, когда h, это сумма кинетической потенциальной энергии, да? p в квадрате на 2m, плюс u, которая зависит откуда. Типичная одномерная система. Уравнение движения, да, уравнение гамильтона для такой системы, значит, q с точкой равно p деленное на n, п с точкой равно минус, минус d1 по d1. Значит, отсюда сразу видим, что положение равновесия этой системы, да, то есть когда равновесие у нас, когда q с точкой и p с точкой равно минус, да? Значит, это такое, p равно 0, и dU по dQ тоже равно минус. И отсюда сразу первый важный вывод, что вот для нашей системы вот такой функции, правильно, п с точкой амильтона, да? Значит, равновесие лежит на оси абсцисс, да, где p равно, может, да? И, кроме того, оно находится в экстремуме, ну, в таком обобщенном, то есть минимуме, максимуме и точке перегиба, да? Ну, условно я говорю экстремуме, ну, условно я говорю экстремуме, хотя бы точка перегиба экстремума не является. Ну, вот, в таком обобщенном смысле, если экстремуме поднимаю. То есть положение равновесия находится в экстремуме функции U, максимуме, минимуме или точке перегиба. Теперь, фазовые траектории как получить? Ну, очевидно, что, поскольку система у нас консервативна, то H сохраняется, да? H – это полная энергия, и она равна константе. Значит, вот смотрите, вот это выражение, P в квадрате на 2N деленное плюс U от Q равно константе – это и есть уравнение фазовых траекторий. Ну, более того, мы его можем решить в явном виде, да? То есть и написать, что P равно минус минус корень квадратный из 2N, E минус квадратный. Вот так. Ну, природа плюс-минус здесь какая? Это плюс-минус означает, что фазовые траектории симметричны относительно оси кубка. Относительно оси кубка. Относительно оси кубка. Симметрично. Вот. То есть вот, значит, итак, что мы уже знаем? Положение равновесия лежит на оси абсцисс. Находится в экстремном рефункции U. Значит, а фазовые траектории симметричны относительно оси абсцисс. Вот. Ну и рассмотрим теперь разные случаи. То есть, ну, в принципе, если функция U от Q известна, то мы можем уже прямо взять там компьютер и эти картинки нарисовать. Ну, можно и, значит, качественно сказать, что, какие фазовые траектории будут у нас. Ну вот, без всяких вычислений, в том числе и компьютеров. Для этого, для того, чтобы понять, что у нас будет у фазовой траектории, давайте сначала рассмотрим, как эти траектории себя будут вести вблизи экстремумов функции U. То есть вблизи минимумов, максимумов и точек перегида. Ну и первый случай. Вот, как раз пусть соответствует у нас, когда U, ну, вот, какое-то из положений равновесия Q нулевое, там, ИТ, да, понятно, что равновесий может быть много, там, ну, вот, пусть какое-то из них, там, с каким-то там конкретным U, да, лежит, является минимумом функции Q. То есть график, ну, вот, если хотите, вот такой вот Q, вот Q, вот это Q нулевое, ИТ, и вот здесь вот у нас, только надо минимум как-то хотя бы рисовать, вот здесь лишь так, да. Вот. Ну и что здесь у нас? Значит, вот это кусок Q вблизи, там, значит, вот этого положения равновесия. Ну, как понять, какой здесь будет фазовая траектория? Вот внизу, тут я, к сожалению, мало места оставил, а вы там побольше, так, типа, можно рисовать еще. Ну, давайте возьмем сначала, раз у нас МР постоянно, мы возьмем там E1, ну, или E нулевое, давайте, равное Q от Q нулевое, ИТ, да. То есть минимум. Возьмем энергию, равную вот этому локальному минимуму потенциальной энергию. Что мы здесь получим? Мы здесь получим на фазовой траектории некую строчку. Вот, это точка. Значит, это фазовая координата, это Q и В, да, которая соответствует минимуму. Дальше, если мы, ну, кстати, вот из этого общего выражения мы можем заметить, что движения у нас возможны только при, значит, E больше У, да? Когда энергия частицы будет больше У, да, только в этом случае у нас подкоренное выражение положительное. Вот, там больше либо равно, если равно, то у нас П равно константе, и мы получаем какую-то точку. Ну, смотрите, эта точка константа чему? Если это равновесие, то эта точка П равно нулю, да, то есть вот эта точка, она находится в начале координат, да? То есть вот она, эта точка. Вот это равновесие, Q и В равно нулю, вот на С вот так запрещается понятно, да? То есть В равно нулю. То есть это равновесие, поскольку производная равна нулю, и В равно нулю. Вот она. Значит, теперь возьмём энергию чуть повыше, E больше, чем E амбривода. Что мы здесь получим? У нас здесь будет какой процесс происходить? Ну, очевидно, будут происходить колебания, да? То есть частица будет двигаться вот в этой области, где U лежит ниже, чем E, да? То есть вот E, а U вот у нас вот здесь. Значит, движение будет вот в этой области. И это движение будет происходить, ну там, по замкнутой траектории, да? Если мы ещё одно E возьмём какое-то там, да, мы ещё получим вот такие траектории типа эллипса, да? Вот. Ну а при приближении, значит, при приближении E к E0 мы можем эту нашу вот эту вот кривую, да, аппроксимировать, ну вот этот график ОТКУ аппроксимировать с помощью параболы, да? И тогда вообще E получается, да? То есть в малых областях, как мы там на механике делали, да, когда колебания рассматривают, вот тут точно так же при малых амплитудах колебаний у нас фазовые траектории всё более и больше становятся похожими на E0. Ну вот, то есть фазовый портрет вот такой, и он соответствует чину. Центру, да. То есть мы имеем дело с устойчивым положением равновесия, которое является центром. И, между прочим, мы вот так вот ненавязчиво доказали теорему Лагража-Дерихрена, что если потенциальная энергия равновесия имеет минимум, то это положение равновесия является устойчивым. Вот прямо из геометрических соображений это следует. Вот. Вот перерыв. Ну, пока понятно, да? Значит, это то, что касается минимума. Теперь давайте максимум возьмём. То есть второй случай, вот там, дикумная, какая-то, ну, в каком-то другом вид. Это максимум. Локальный максимум. То есть график у нас будет вот таким. Локальный... Локальный. Локальный объем. Нейм. Значит, ум. Это вот такое. Вот, сюда. Получаем. Так, вот. Попробуй еще немножко, чуть-чуть. Ставим, потому что там энергии завесят. И так, вот она точка. У нас 0. Ну и опять берем энергию, равную E0, равную 0,1, 0,1. Ну вот здесь у нас будет ситуация немножко другой. Здесь, смотрите, здесь у нас U, вот при такой энергии U лежит ниже E, да, то есть возможно движение при других Q, да, то есть это уже не точка будет, не центр, вот, а, значит, некоторые кривые на фазовой плоскости, да, получаются, то есть сама-то точка равновесия, конечно, останется, но фазовый портрет, если вот здесь никакого движения при таких энергиях не было, то у нас здесь возможно движение. Значит, фазовый портрет будет вот каким-то таким, значит, ну вот эта точка B равная B, U равная U0, да. Ну, какое у нас здесь движение? Движение в особую точку, либо из особой точки, да, то есть либо, ну там, вот сюда, либо вот сюда, и с другой стороны, либо вот сюда, либо в обратную сторону движение происходит. Значит, фазовые траектории это некоторые кусочки там, ну, какой-то кривой линии. Я вот их как прямые для красоты рисую, ну, а там надо как-то так, может, немножко чуть-чуть искривить. Причем, смотрите, раз у нас здесь пересечение фазовых траекторий, то что это означает? Ему же, в принципе, как бы так вот не должно быть, оно есть. А может траектория расходится в разные линии? Нет. Это седло? Да, а если они сходятся, то есть одна-то обязательно сходятся, вот смотрите, вот это вот, которая сюда, либо вот это. То есть есть же траектории там, которые направлены вот так, а есть траектории, которые направлены вот так. Ну, это седло. Ну, седло-то оно седло. Как понимать вот это пересечение фазовых траекторий? То есть когда они могут пересечь? Через бесконечность. Да. Вот на бесконечности, бесконечный момент времени. Это означает, что вот, если частица налетает на этот максимум, то она его достигает в бесконечный момент времени. Вот. Ну, теперь, то есть, теперь, если мы берем энергии меньше, чем E0, то у нас движение происходит, ну вот так, значит, давайте тут побольше присутствуем. Движение происходит, ну вот в этих заштрихованных областях, кстати, можно и так вот, вот в этих заштрихованных областях, при этих пунктах, ну и тут, кстати, тоже можно заштриховать области, только в будущем графике для движения. Значит, у нас фазовые траектории какие будут? Ну, вот какие-то вот такие, да? Вот, частица как бы долетает вот до этой точки и потом отражается и снова от нее летает. Вот, и так же с другой стороны. Ну, там, если мы вот так нарисовали, то стрелочки мы вот так ставим. Хотя вообще я неправильно, наверное, нарисовал. Дело вот в чем-то. Поскольку мы конкретную систему рассматриваем, у нас стрелочки всегда направлены определенным образом. Смотрите, в верхней полуплоскости В больше нуля, да? Значит, Q, вот из первого уровня, Q с точкой будет тоже больше нуля. И, значит, Q будет возрастать. Значит, стрелочки в другую сторону. В верхней полуплоскости стрелочки должны быть направлены в сторону возрастания. В нижней, соответственно, P меньше нуля и Q, и Q с точкой будет убывать, значит, в сторону убывания Q. И, соответственно, вот такие так-то стрелочки. Так и вот так вот. Ну а если мы берем энергию E больше E, стрелочки в другую сторону надо направить. Вот. А здесь, кстати, стрелочки тоже можно расставить и на первой картинке, раз уж мы про это уже говорили, да? В верхней полуплоскости вот в сторону возрастания, в нижнюю сторону убывания. Значит, если берем энергию больше E0, то движение возможно при любых Q, ну и, следовательно, фазовые траектории при таких энергиях вот такие. Они лежат выше вот этих вот, ну там, асимптотик, да? То есть вот эти вот две кривые, да, они являются асимптотиками D-1, ну, то есть сепаратрисами, по сути дела. Ну давайте, это E меньше E0, да? А вот это E больше E0. И точно так же везде можно расставить. Вот. Итак, как тут правильно было сказано, особая точка седьмом, значит, это неустойчивая особая точка. Седва у нас неустойчивая. неустойчивая равновесия. Ну и, наконец, третий случай возможен, когда имеется точка перегиба. Третьий случай, вот это Q0. И точка перегиба, значит, график у нас будет, соответственно, вот таким. И там Q0, ну, ну, так. Значит, мол, давайте как-нибудь вот так нарисуем. Этот кусок с ним нарисуем так. Ну, вот она точка перегиба. Ну, ну, да, да, точка перегиба. Опять, ну и какое-то другое уже. Ну и опять под ним рисуем фазовый портфель. Особая точка при В равном нулю, вот она. Ну и берем опять энергию Е0а равную куку 0. Смотрите, здесь у нас слева движение возможно, график под е, а справа уже невозможно. То есть слева как бы у нас это максимум, если мы слева подходим, для левой половинки это максимум, а для правой минимум. Но если это максимум, это вот как бы кусочек вот такой вот. Вот мы берем половинку, вот этот вот максимум, кусок седла, поэтому слева рисуем вот такие вот кривулины. Ну и если мы берем энергию меньше, то получим опять вот кусочек, кусочек седла. Так, кусочек седла. Теперь, если е больше е0, то раз это минимум, то это значит кусочек центра какой-то должен быть, да? То есть это вот минимум, это как бы центру соответствует, если мы справа рассматриваем. Значит, ну вот здесь вот фазовая траектория, ну это вот какой-то, сначала идет эллипсоподобный какой-то там участок фазовой траектории, ну а потом он может как-то так вот выходить на асимптоники тоже. Что-то такое. Вот перегибу соответствуют вот такие участки фазового конкретка. И такие участки тоже неустойчивы. И более того, вот эти новые точки равновесия называются точками возврата, да? это как бы объединение седла и в центре точки возврата. Они неустойчивы. Итак, объединяя второй и третий случай, мы можем с вами сказать, если потенциальная энергия равновесия не имеет минимума, то это равновесие неустойчиво. А это одна из теорем Липунова о неустойчивости, да? Теорема Липунова о неустойчивости. То есть вот опять из таких геометрических соображений следуют вот такие важные теоремы. Теперь, ну это вот мы пока локализовывались вблизи экстремумов. А теперь давайте посмотрим, а как нам в целом построить фазовый портрет некоторой системы. Ну вот давайте, например, график вот такой какой-нибудь возьмем, чтобы на нем все было. Значит, это Q, это O. Так, давайте вот так. Один минимум, максимум, второй минимум и перегиб. Смотрим, сколько здесь особых точек. Q01, первый минимум, Q02, максимум, Q03, второй минимум и Q04, перегиб. Ну и сразу под этим графиком рисуем фазовую плоскость. И на фазовой плоскости наносим вот эти вот особые точки, да, соответствующие экстремумам функции. Вот они, ну я их не рисую там, чтобы не загромождать рисунок. Вот эту оси Q они, как бы, параллельно станут на тонну на другом графе. Ну дальше смотрим. Ага. Минимум. Так, ну вот только тут как-то не совсем удачно нарисовал. Пусть подальше будет, чтобы у нас не лепилось. Смотрим. Значит, первая точка особая, минимум, центр, да, вот он. Вблизи нее фазовые траектории вот такие. Дальше. Вторая особая точка, максимум, седло. Значит, вблизи нее фазовые траектории вот такие. Значит, это вблизи, потом мы их должны продолжить. Ну опять центр там. Ну и тут у нас, значит, точка возврата. Значит, такое и вот такое вот. Нанесли. Теперь как-то их надо соединить. Ну вот для этого проводим через максимум энергетический уровень. И видим, что эта энергия пересекает графику еще, ну кроме максимума, еще в двух точках. Вот их наносим. Так. Значит, вот тут я, конечно, фотографился, ну ладно. Хорошо. Наносим. Вот. И вот сюда наносим, да. Получаем вот так. Значит, это куски одной и той же траектории, проходящей через максимум, да. То есть это куски сепаратрисы на самом деле. Вот они проходят вот через эту точку, да, и вот через эти точки. Значит, мы должны их соединить славными линиями. Вот получили нашу сепаратрису, которая проходит через максимум. Вот она. Ну, соответственно, здесь тогда у нас будут еще одни там эллипсы какие-то, да. Вот. Продолжаем вот эти вот оставшиеся куски, которые внутрь сепаратрисы уже. Дальше. Берем энергию, соответствующую перегибу. Е0,4. Е0,4. Опять. Это с одной стороны точка экстремума, точка перегиба, а с другой стороны ей соответствует еще одна точка пресечения этой ЕСУ, да. Вот она. Значит, на фазовой плоскости, вот она точка. Значит, вот мы должны как-то соединить вот эти две точки. Ну, вот соединяя, получаем что-то вот такое. Вот. Вот такое. Ну, соответственно, внутренний кусок сепаратрисы, вот она будет оставшийся, он будет вот таким каким-то. Вот. Вот. Ну, и дальше при вот этот вот кусочек соответствует каким-то еще энергиям. Если энергия будет, мы опять их соединяем. Сепаратрисы продолжают асимптоты. Да. Да. Это асимптоты. Ну, собственно, сепаратриса, она и есть асимптоты. Вот. Значит, вот такой фазовый портрет. Ну, понятно как получилось или не очень? Понятно. Да. То есть, вот фазовый портрет. Ну, и там берем другие энергетические уровни и вот там продолжаем рисовать. Ну, стрелочки в соответствии с общим правилом везде ставим там, да, в верхнюю полу плоскости в сторону возрастания, в нижнюю сторону возрастания. Вот. То есть, вот так можно строить фазовые портреты сколь угодно сложных одномерных систем. Ну, вот такого типа, который мы рассмотрели. В принципе, конечно, можно и более общий случай проанализировать, но, к сожалению, у нас времени нет. Вот. Это очень полезная вещь, она нам еще пригодится. Так. Ну, давайте мы пойдем теперь дальше. Параграф следующий. Параграф следующий. Замкнутые фазовые траектории, предельные циклы, автоколебания. Итак, мы с вами видим, вот, ну, в частности, вот, из этих примеров, вот, вот здесь, да, видим, что у нас возникают во многих случаях замкнутые фазовые траектории. И эти фазовые траектории соответствуют какому типу движения? Колебания, да? Колебания, да? Ну, давайте в связи с этим, ну, поскольку колебательные движения очень важны, мы на них более подробно остановимся. Итак, рассматриваем замкнутые фазовые траектории и начинаем их классифицировать. И сразу рисуешь. Для простоты мы ограничимся на фазовой плоскости движением, но тут определения во многих случаях будут более общими, чем для фазовых. Замкнутая фазовая траектория. Итак, замкнутые фазовые траектории бывают, прежде всего, изолированными и неизолированными. Ну, что такое сначала неизолированная траектория? Неизолированная траектория это такая траектория, что если мы вблизи неё возьмём некую кольцеобразную область неизолированная замкнутая траектория, это такая замкнутая траектория, что если мы вблизи нее возьмем некую замкнутую кольцеобразную область, то в этой области обязательно найдутся еще и другие замкнутые фазовые траектории. Вот любую область берем, и в ней есть еще другие замкнутые фазовые траектории. То есть, взяли вот такую область, и нашлась еще одна замкнутая фазовая траектория. Вот это неизолировано. Примеры таких траекторий нам хорошо известны. Вот они, мы их уже рассматривали. Если у нас особая точка акцента, то вблизи нее фазовые траектории замкнутые, но они неизолированы. Поскольку мы берем любую область, и там обязательно еще найдется другая фазовая траектория, соответствующая другим начальным условиям. Начальные условия у нас непрерывно меняются, ну и, соответственно, все вот эти фазовые траектории непрерывно заменяют пространство. Фазовые траектории. Это что касается неизолированных траекторий. Вот мы с ними уже знакомы, и, как правило, неизолированные траектории возникают в консервативных системах. Ну, там, конечно, каждую систему надо анализировать особо, но, как правило, неизолированные траектории возникают в консервативных системах. Вот на нашем примере мы будем действовать. Дальше. Изолированные фазовые траектории. Что это такое? Это означает, что вблизи... Ну, давайте разное определение, да, значит, фазовая... Замкнутая фазовая траектория называется изолированной. В том случае, если существует такая кольцеобразная область, вокруг нее существует... Ну, там, если в любой области, а тут существует, да... Что в этой тельцеобразной области не будет других замкнутых фазовых траекторий. То есть мы можем найти такую область, такое колечко вокруг замкнутой фазовой траектории, где не будет других замкнутых фазовых траекторий. Вот это, значит, изолированные, замкнутые фазовые траектории. Такие траектории, изолированные, замкнутые фазовые траектории, по-другому называются еще предельными циклами. Предельные циклы. Значит, и дальше мы будем интересоваться этими предельными циклами. То есть изолированные, не замкнутые, не фазовые траектории. Прежде всего, нас интересует их устойчивость. Предельные циклы бывают устойчивыми и неустойчивыми, да, значит... Ну, тут речь о какой устойчивости идет. Раз у нас движение такое орбитальное, да, по окружности, то тут речь идет об орбитальной устойчивости, да. Значит, итак... Предельный цикл устойчивый. Если существует такая окрестность вокруг этого предельного цикла, что все фазовые траектории из этой окрестности при тест-стремящейся бесконечности будут приближаться к этому предельному циклу. Это стремится бесконечности, а все траектории из этой окрестности приближаются к предельному циклу. Ну, то есть, если мы попробуем изобразить этот предельный цикл на фазовую плоскость, да, ну, вот он такой, какой-нибудь у нас так направленный, то все другие фазовые траектории, вот, они с течением времени как бы наматываются на этот предельный цикл, все ближе и ближе к нему приближаются. Вот, с этой стороны так взять, ну, вот, допустим, с этой стороны вот так. Вот они с течением времени извне наматываются все ближе и ближе, наматываются на этот предельный цикл и изнутри точно так же. Значит, берем, ну, вот, центр какой-то, ну, вот, скажем, из центра, вот он как-то вот так начинает двигаться все время, приближаясь к предельному циклу. Вот так и в другую сторону. Вот это устойчивость, понятно, да? Да, стрелочку не тут, правильно, 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 совершенно верно, стрелочку не тут, да. Так, ну, давайте я его пожирнее выделю. Вот это образ устойчивого предельного цикла. Ну, собственно, нам строгие определения редко, когда нужны, это бывает для физика, там, вот, это, вот, тут важны образы. Потому что образ устойчивого предельного цикла, вот такой. Ну и наоборот. Предельный цикл будет неустойчивым, если там, в любой окрестности этого предельного цикла хотя бы одна из фазовых траекторий с течением времени удаляется от этого предельного цикла. То есть если, ну, там, в любой окрестности вот эта фазовая траектория стартует и с течением времени удаляется от этого предельного цикла. Ну, образ, тут вот, кстати, неустойчивых предельных циклов, вариантов может быть больше. Ну, вот, как минимум два. Значит, то есть, ну, или там, три, там, да, вот. Значит, то есть, ну, вот, образы неустойчивого предельного цикла вот такие, когда, скажем, ну, вот я беру, как бы, эту картинку и стрелочки наоборот ставят. В предыдущей картинке стрелочки наоборот. Вот так, и там, вот так, да, стрелочки удаляются с течением времени. И, значит, вот так вот, так, и так, и тоже удаляются, да? При этом, смотрите, вот здесь эта центральная точка уже фокусом будет, да? Удаляется. Ну, берем окрестность, траектория стартует, и с течением времени удаляется. И точно так же здесь берем окрестность, траектория удаляется. Вот здесь у нас устойчивый фокус, а здесь неустойчивый фокус, да? Ну, в принципе, возможен, например, еще вот такой вариант. Значит, так, недельный цикл. Ну, и, скажем, внешние траектории могут приближаться с течением времени, да? То есть стрелочки направлены в ту же сторону. А внутренние траектории, ну, там вот какая-то, вот такая там, да? Вот она удаляется. Тоже неустойчивый, хоть одна. Хоть одна фазовая траектория, если удаляется, то все уже неустойчивый. Ну, и можно наоборот, там, стрелочки тоже поставить. Внешние могут удаляться, внутренние не облегчаться. То есть вот, значит, разные образы неустойчивого предельного цикла. Вот, на самом деле, конечно, сложные физические системы могут содержать несколько предельных циклов. Не один, а несколько предельных циклов. Ну, и, в частности, эти циклы могут, там, например, быть вложены друг в друга. И в этом случае могут возникать интересные ситуации, когда один предельный цикл устойчивый, а другой неустойчивый. Ну, вот, например, вот один предельный цикл. Ну, допустим, внешний у нас устойчивый. Это означает, что вот так вот, стрелочки так, так, да? И с другой стороны тоже, вот так вот, да, если он устойчивый, то вот так к нему приближается, и вот так приближается. Ну, смотрите, тогда уже внутренний предельный цикл неустойчивый будет, поскольку фазовые траектории от него уходят, да? То есть внешний предельный цикл не как бы на себя забирает фазовые траектории. При этом, значит, ну, вот, скажем, внутренняя траектория, да, там может быть, может приближаться к внутреннему предельному циклу. То есть, вот, возможно, всякие интересные такие физические системы там с разными предельными циклами. Ну, и, собственно, как бы, вот сложность таких физических систем, она как раз и определяется наличием там и характером предельных циклов, да? Ну, в чем особенности предельного цикла? Вот, если предельный цикл устойчивый, то с течением времени все фазовые траектории наматываются на него, да? Да, с течением времени неограниченно приближаются к предельному циклу. Это означает, что, вот, если у нас имеется такая физическая система с таким предельным циклом, то в этой системе с течением времени устанавливаются колебания, характер которых определяется этим предельным циклом, да? Вот, если в системе есть предельный цикл устойчивый, то эта система выходит с течением времени на колебательный режим. Характеристики этого колебательного режима определяются характеристиками предельного цикла. То есть это такая колебательная система. Колебания здесь негармонические, поскольку для гармонических колебаний там у нас не изолированные фазовые траектории, а здесь изолированная фазовая траектория, да? Изолированная фазовая траектория, да? Изолированные предельницы. Негармонические. И эти колебания называются автоколебаниями. 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 Так, у нас 12.25, да? Ну, давайте, особенности автоколебания я сейчас сообщу, а пример уже видимо в другой раз. Итак, значит, какими... Ну, кстати, примерами автоколебания что является? Вот, было у вас что-нибудь про автоколебания там в общей физике где-нибудь, нет? Ну, говорите. Вот часы, например. Пример автоколебательной системы. Ну, я не знаю, какой-нибудь там ламповый генератор там, значит, в колебательном режиме там, да? Тоже пример колебательной системы. Могу привести пример... Вот сейчас я тоже приведу, а потом вы еще приведете. Значит, ну, например, трубы органа. Да, в органе, ну, и в любом духовом инструменте там тоже автоколебания. Ну, из биологии, ну, например, да, сердце сложная система, но вот один из режимов работы сердца это тоже автоколебание. Скажем, там, ну, возможно, автоколебания там в системах популяции различных. Вот, ну, теперь ваш пример. Ну, вы уже там упомянули, вот я хотел про популяции, взаимодействие видов типа хищник-жерд. Совершенно верно. Написывается... Ну, да, то есть простейшая модель лодки Вольтерры, значит, как раз в ней автоколебательный режим возникает. Ну, значит, это вот все примеры, какие теперь особенности, какими особенностями должна обладать физическая система, чтобы в ней возникли автоколебания. Ну, самая первая особенность – это наличие самой, как бы, такой колебательной подсистемы, если хотите, подсистемы, в которой возможно вообще установление проблений. Ну, например, там, если мы орган делим, то там труба нужна, да, вот и в этой трубе, там, возможно, там всякие резонансные волны, стоячие волны возникают, да, вот. И колебания возникают. В системах, где есть отток энергии. Трение. Ну, понятно, что в любой реальной механической системе трение всегда присутствует. Но раз есть трение, для того, чтобы возникали какие-то стационарные режимы типа автоколебания, трение приходит к диссипации энергии. Значит, нужна и подкачка энергии для установления стационарных режимов. Режимов в системах с диссипацией энергии необходима еще и подкачка энергии. Значит, это третья особенность автоколебательных систем. Ну и, наконец, четвертая особенность автоколебательных систем состоит в том, что необходима обратная связь между источником энергии и колебательной системой. Ну, другими словами, значит, колебательная система как бы должна говорить, как энергия, ну, говорить, это метафика, конечно, да, определять, как поступает энергия в систему, да, то есть некая обратная связь. Вот эта обратная связь, наличие этой обратной связи, ну, все остальное может быть линейным. А вот наличие этой обратной связи как раз и означает, что автоколебательная система должна быть нелинейной системой. Вот. Ну, а пример мы уже приведем.